Господа драматические артисты, поднимите, пожалуйста, руки. Кто является партнерами фильмы по сцене? Уже, к сожалению, уже... Но кто был или есть? Кто был или есть? И теперь скажите мне, пожалуйста, неужели он такой правильный на репетициях, в спектаклях? Пожалуйста, кю... Маш, нет, это так. Чудовище! Совершенно неправильно. Меня это всегда потрясает, когда человек добился чего-то, когда он звезда, и при этом он абсолютно не стесняется признаться в том, что он не умеет. Это, наверное, я говорю, банальности, но в основном мы встречаем такую фоноберию и такой звездизм, когда мы это видим. Пришел человек, которого знает вся страна, привел оператора, посадил в зал. Ну, думали, понятно, начинаются, значит, звездные дела. Привел, значит, какую-то камеру. А что, значит, кто-то его спросил, по-моему, Маковка, Сережка Воковецкий. Фима, а зачем камера в зале? Он говорит, друзья мои, дело в том, что я совершенно не запоминаю мизансцен. Я вообще не понимаю, что происходит, поэтому я привел человека, который будет все это снимать, а я дома это буду учить. Это потрясло просто. Хочу сказать о том, что ты хулиган немыслимый. Играть с тобой удовольствие. Ты не повторяешься. Вонь отцу. Вонь отцу. Ты рассказывала? Гениальная история. Значит, Юлька играет тетю Людмилы Васильевны Максаковой. Фима, значит, играет доктора, который, значит, во всем должен разбираться. А я играю гадину, из-за которой все произошло, такая полупроститутка, полусекретарша. Она хиповая, у нее красный парик, огромные ресницы. И я пришла, у меня отросли волосы, и Калявина, Ольга Владимировна, наш гример, она пытается запихнуть, значит, мои волосы в парик, они не получаются. И я говорю, Оля, ну что нам делать? Она говорит, давай мы их выпустим. И красным лаком, говорит, я тебя побрызгаю, и, значит, будет у тебя хорошо. Я говорю, ну давай. И все здорово, меня загримировали, надели парик, вытащили волосы. И я понимаю, что стухли все яйца, которые есть. И все будет. Товарищи, такого запаха я не слышала никогда в жизни. У нее стух, этот лак, вонь такая стоит, времени вымыться. Стух, это был паркетный лак. Да перестань, какой паркетный лак. Я в шоке, я бегом бегу, значит, хватаю Маковецкое, я говорю, Сережа, а там мизансцена, садятся они, и Фима, и Серега. Они садятся, я у них между ног сижу, они берут меня за грудь и целуют в шею, в самое место. Я бегу, я схватаю Серегу, я говорю, Маковка, я говорю, да понюхай, что у меня творится. Я говорю, не умри на сцене, я говорю, целуй как-нибудь в другое место куда-нибудь. Я говорю, пожалуйста, а Фима на сцене? Я говорю, Фиме, скажи, предупреди. Ну, чтобы Маковецкий предупредил. Смотрю, глаз, глаз хитрый, думаю, понятно, Фима ничего не знает. И Маковецкий садится, свое отыграл, Фима говорит, теперь дайте попробую я в этой мизансцени посидеть. Садится, и так, ааа, я слышу голос вот здесь возле шеи, сдавлен, и он задохнулся. Потом садится Маковецкий, я после этого, Фима и Гришка тогда играл. Ты же был на том спектакле. Мы вот так вчетвером сидим, а наверху тетка сумасшедшая, которая все время клинит. Я говорю, вон отсюда. Она говорит, вон отсюда, вон отсюда, вон отсюда. Юля, ее клинит, ее героиня, вон отсюда, вон отсюда, вон отсюда, тишина, мы сидим. И вдруг голос Фимы, бонь отсюда. Всех вынесли. Мысль, да, самое смешное, что я не могу понять, что происходит. У них там воняет реально. Они дико хохочут, они мне все срывают. Я ничего не могу понять, я держусь из последних сил. И когда я ушла за сцену, я додержалась. Они хохочут, рыдают. Я первый раз видел, как в этой сцене, когда на Маковецкого накинули плащ, плащ вот так вот дергал. Да, подпрыгивали. Просто мы плакали. Я ушла за сцену и крикнула. Да, не держался, я крикнула. Я говорю, вы не партнеры, вы сволочи. Я тихо сказал, ну, внятный. На этом спектакле я был зрителем, свидетельствую. Таких оваций не было потом никогда. Там чуть не дали занавес, потому что играть было некому. Умерли просто. Мы сели, я говорю, Сережа, мне я не могу успокоить. Мы вот так хохотали, с Маковецкого сели в зал. Ну, это шутки, Фимушка, я тебя обожаю. Я тебе желаю счастья. Нет, не пахнет, не пахнет. Мой дорогой, дай бог нам встретиться на сцене еще. Да, да, да. Коко Шанель, которую я сейчас унюхал. Между прочим, сказала, что 50 – это молодость зрелого возраста. Ну, запиши. Спасибо. Спасибо.